Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Как дела, как настроение? Рынок наконец-то зеленый, все оживает. Блин, давненько такого не было, я думаю, что все соскучились по крышесносным их сам. Но, безопасно ли сейчас лонговать? Или это все очередные дохлые кошки, и мы пойдем ниже? Давайте-ка посмотрим, что у нас тут видно на графиках, и не только. И какие потенциальные ключи к разгадке краткосрочных движений мы можем видеть. И также, конечно, каков наш долгосрочный прогноз по биткоину и по крипторынку в целом. Поэтому, если вам нравится криптоконтент, обязательно навалите лайков, подпишитесь на канал, если вы еще не, и мы начинаем. Короче, смотрите, какой движняк, друзья мои. Помните, мы говорили с вами в прошлом видео, или в позапрошлом, про вот эту макротрендовую, которая потенциально сейчас может отработать. Вот мы и видим сейчас по индикаторам и по отдалению от средних скользящих, что действительно возможен очень сильный отскок. Что мы видим локально? Мы видим, что все действительно начинает отскакивать. Причем биткоин это делает все еще очень-очень слабо. Видите, очень так потихонечку, неторопливо, биткоин и эфир. Эфир, конечно, чуть более уже экспрессивно. Но, в общем, они разворачиваются и подбираются вот к этим своим сопротивлениям. В отличие от менее ликвидных альткоинов, таких как Dash, посмотрите, Litecoin и, в принципе, многие другие сейчас. То есть мы видим, что альткоины... И также прошу вас обратить ваше внимание, друзья, на то, что эта сценка, этот паттерн разыгрывается у нас уже почти 2 месяца. Вот это накопление после потенциальной капитуляции, которое мы видим по всем, кстати, монетам. Обратите внимание, и у биткоина, и у эфира, и у Dash была капитуляция. Но при этом Dash уже практически закрыл все падение. Lite закрыл сразу же. Посмотрите, у Lite был сначала Pump, и капитуляция пришлась точно на размер этого Pump. Pump и Dump. И дальше мы сразу же отросли выше. То есть, что мы сейчас видим, что это все очень напоминает формацию двойного дна на дневном таймфрейме. Но, тем не менее, весь этот паттерн разыгрывается уже почти 2 месяца. Это к тому, чтобы вы понимали, если вы пришли сюда за быстрыми X, завтра срубить апуста, так не бывает. Да, по факту, вот, у меня лично уже почти X2 за меньше, чем 3 суток. Напишите, кстати, в комментариях, сколько у вас и в каких вы сделках. Но ждал я этого, ребята, 2 месяца. То есть, да, я торговал этот флет. Что-то я здесь забирал, что-то лосил. Ну, в общем, забрал пару движений, грубо говоря, и вот сейчас опять движение. То есть, за эти 2 месяца, грубо говоря, всего там 2-3 трейда. Вот, это очень важно. Это моя стратегия торговли. Вы можете, конечно, скальпить и по 100 сделок в день. Это тоже ваши приколюхи. Но смотрите, что еще хочется сказать. Эфир классик попер вообще прям по красоте. Не только он, да. Опять же, BitDAO перед этим улетел. Я давал в Телеграме, кстати, сигнал по BitDAO. Что, захожу в сделку и показывал, как ее держу. Сейчас я, кстати, BitDAO почти полностью разгрузил. Так что проверьте подписочку на Телеграм. Вот он у вас тут сейчас где-то моргает. Вот, поэтому, да. Эфир классик тоже попер. И надо понимать, что, друзья, конечно же, будут коррекции. Даже на бычьем движении. Даже, не знаю, бычи – это уже рынок или медвежий. В любом случае, будут сильные сквизы. К ним надо быть готовым. Потому что даже сквиз на 5%, грубо говоря, и обратно наверх – это вынос всех 20-х плечей. Чтобы вы понимали, а сквиз на 10% – это вынос 10-х плечей. Вот, поэтому обезопасьте себя, я не знаю, стоп-лоссами или чем. Я лично уменьшаю плечи. То есть я вижу, что у меня уже хороший профит. Я тупо уменьшаю в кроссе плечи вот там до 3-го, 5-го. Ну, понимаю, я уменьшил, точнее, максимально до 10-го везде. Но в целом уже можно понижать их еще ниже. Вот, ну и ждать каких-то коррекционных движений, чтобы на них заходить по тренду. Это что касается трейдинга. По TRDR очень интересные сигналы, друзья. Но сейчас что-то он чуть-чуть у меня завис. Я просто хочу быстрее сделать это видео. Вот, видите, я настроил по битку, и вот так, чтобы он тоже сигналил. Но сейчас я разберусь с софтиной, и мы обязательно разберем это в следующем стриме, как и подведем итоги конкурса, друзья. У нас же с вами, я напоминаю, что после новогоднего криптогона, где мы разыграли тоже кучу призов в крипте, у нас завирусился еще один видос. Вот этот вот – смена тренда. И под ним, собственно, люди сначала по ошибке, а потом в итоге мы уже поняли, что под ним начали писать ребята с хэштегом «Хочу приз». Вот, в этом видео, кстати, я показывал как раз по сделкам, что я закрывался частично. Короче, «Хочу приз» написало очень много человек, поэтому мы подведем итоги в ближайшем стриме. О, Пифагору, кстати, большой привет. Жду тебя на стрим, бро. И забавно получилось, что у нас совпали с ним абсолютно конкурсы. И приватку разыграли, и деньги, в общем. Бро, респект тебе, жду на стрим. Вот, в общем, мы набрали, да, полторы тысячи лайков практически. Кстати, давайте донажмем. И вы можете еще успеть написать этот комментарий и получить приз в криптовалюте. Мы их выберем рандомным, рандом камент пикером. Вот, все это будет честно, прозрачно и в лайве. Поэтому сейчас я не выбираю, поскольку у меня мало времени, а я хочу донести вам самый главный месседж. Самый главный месседж заключается в том, что, да, ребята, отскок начался. Мы с вами об этом говорили очень долго. Вот мы лежим сейчас, можно сказать, на самой вообще ультимативной поддержке. И вон мы с вами видим, что альты начинают пампить. Как бы, ну какой тут теханализ? Теханализ, конечно, сделаем на стриме. Но, опять же, вы же понимаете, что это все условно. А главное сейчас это держать ночь по ветру, стоять по тренду, собственно, и не слушать весь этот фат про этого Сэма Бэнкмана Фрида. Кстати, блин, вы же в курсе, да, что он не признался виновным? И в итоге отложили его дело там на определенный срок. Назначили слушание. Короче, посмотрите, об этом расскажет наш коллега по цеху Джордж с канала Криптос АРАС специально для вас на Криптокомманс. Поехали. Вот так выглядит суд. Куда сейчас заходит Сэм Бэнкман Фрид? И, как и предполагалось, он вину не признал. Но есть некоторое противоречие. И я думаю, это не стало сюрпризом, что он не признал вину. Но вы помните тот залог в 250 миллионов долларов, 10% от которого было внесено, большая часть которых, на наш взгляд, было внесено родителями Сэма. Но были еще два человека, которые также внесли залог за Сэма. И, к сожалению, судья принял ходатайство о сокрытии идентификации личности этих двух людей. И все склоняются, что одним из них был Кевин Аллери, а второй мы не знаем. Но было бы очень интересно узнать, кто внес за Сэма деньги. Так как в настоящее время ходит множество конспирологических теорий о том, кто пытается его защитить, кто пытается вытащить его оттуда. В настоящий момент мы не знаем. К сожалению, это одно из событий, которое сегодня произошло. И главное не в том, что он сказал, что невиновен, а в том, что многие люди сейчас пытаются понять, кто внес за него залог и пытается его вытаскивать. К сожалению, пока это мы не знаем, до того момента, пока информация не просочится, и мы об этом не выясним. И одна из причин такого сокрытия заключается в том, что его родители в настоящий момент подвергаются значительному давлению и даже физической угрозе. Вот в чем причина того, что эти два неизвестных человека были скрыты. Предположительно. Предположительно. Повторюсь, в настоящий момент мы не знаем. И еще новости по дальнейшему развитию ситуации. Одна из них, судья запретил Сэму доступ к средствам Alameda Research. Естественно. Но это из-за того, что после того, как Сэм был отпущен под залог, криптовалюта на эквивалентную сумму в 1,7 миллиона долларов были выведены из Alameda в миксеры. Это произошло сразу после его освобождения под залог, что заставляет задуматься, что если это он был, кто начал выводить средства. Но он, конечно же, выпустил твит, в котором сказал, нет, это был не я. Но можем ли мы сейчас ему доверять, мы не знаем. Конечно, судья запретил ему сейчас это делать, но если он уже сделал, то ущерб уже нанесен. И еще одна новость по этой теме о том, что основные слушания или судебные разбирательства назначены в районе октября. Октября. Да, нашел. Дата судебного разбирательства для Сэма Бэтмена Фрида установлена на 2 октября. Это очень долго. С сегодняшнего дня до октября это 10 месяцев. 10 месяцев. Что он будет делать за эти 10 месяцев? Я лично не знаю. Может быть, признается в чем-нибудь, заключит сделку и признается еще в чем-то. Я не знаю, но 8 случаев мошенничества, в которых он не признал свою вину. Это все, что мы на сегодня знаем. Что же касается конспирологических теорий, есть очень много связей с партией демократов и даже с президентом Байденом. Сегодня пресс-секретарь сказал, что состоялось 4 встречи между Сэмом Бэнкманом Фридом и с кем-то из советних Байдена, старшими советниками. Но они говорили о пандемии и общей информации о крипто. Вот так. Мы не знаем, и я думаю, что никогда не узнаем. Но существует множество теорий, кружащих вокруг, о пожертвованиях и благотворительности, о перемещении денег и всего такого. Так что по-прежнему у нас остается множество неотвеченных вопросов. Но в любом случае, не знаю, что произойдет между сегодняшним днем и октябрем. Это очень много времени. Целых 9 месяцев до начала слушаний. Не хочу спекулировать, поэтому давайте дождемся и посмотрим, что будет. Так, ну и в общем, такие вот пироги, друзья мои, что я бы на вашем месте не велся на весь этот фат, что сейчас все очень плохо. Барри Силберт, там опять же вроде как скамится. Я смотрел богатейшего Ди только что. Блин, вы что думаете, реально сейчас все один за одним карточный домик со скамится все и в итоге бинансы и биткоин упадет до нуля? Ну окей, удачи вам тогда, ребят. Но обычно вот на таких шортистах, которые шортят уже дно падающего клина, внизу как бы отклонение от нормы уже, то есть внизу медвежьего рынка, обычно на них как раз вот такие вот новые ракеты на новые ХАИ и запускаются. Поэтому ваша задача тут, конечно, держать нос по ветру, друзья. И понятно, что очень многих побрил вот этот рынок, потому что здесь, ну как бы, очень многие не понимали, что надо шортить. Вот, но если вас побрили, то сейчас будет удивительно, если вы не извлекли из этого урок, просто не проделали работу над ошибками и не лонгуетесь сейчас, друзья. Дисклеймер, конечно, не финансовый совет. Поэтому, друзья, какое я могу сделать резюме? Что в долгую, конечно, это все вырастет, и надо быть просто дегенератом, чтобы этого не понимать. Вот, никого не хочу обидеть, но если вы не в курсе, что биткоин – это лучшая форма денег, послушайте Андреаса Антонополу с лекцией, которую мы перевели специально для вас. Сейчас она появится вот там. Вот, поэтому что делать? Конечно же, торговать, это с волатильностью. Вон, посмотрите, это RDR-кин все-таки, видите, я как настроил, он прямо на битке фигачит. Очень хорошо. Ну, вот здесь был один ложник, но очень хорошо фигачит. Напишите в комментариях, если вам это интересно, сделать полный разбор по TRDR. Ну, а если вы инвестор или даже позиционный трейдер, то есть в долгую, то нафига вам эта вся вообще волатильность? Не нужен вам никакой TRDR? Вот, вы увидели 4-часовик, сетка EMA Ribbon развернулась, на сайфере стала зеленая. Окей, встаем, лангуем, ставим стоп, если вы трейдер, да? А если вы инвестор, то просто докупаем еще. Смотрим 12-часовик, тоже посмотрите сюда на индикаторы. Ребята, все, это, короче, To The Moon. Это To The Moon. Несмотря на то, что мне самому уже в это с трудом верится, ребята, но походу это самый настоящий гребаный To The Moon. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте тейки, подальше раскидывайте, желательно. Стопы там на всякий случай. И до встречи на следующем стриме. Всем профитроли, пока. Субтитры сделал DimaTorzok